блендер 281 эта информация взятая с канала блендер 3d уроки и давайте в этом ролике попробуем сделать чертеж именно танка погнали вот это все дело убираем выделяем камеру тоже делить английская панель screencast key включу так n панель зато вот и здесь клавиши и что делаем семерку на нам падим делаем теперь shift а открываем камеру вот появилась камера заходим в настройки камеры это вот здесь зеленая она находим перспективу ставим ортогональное отображение теперь shift а добавляем добавляем план делаем с английская прибавляем этот план единица на нам хоть и выделяем камеру мог приподнимаемые повыше 0 на нам ади смотрим как тут все установилась вроде идет и теперь нажимаем на план щелчок левой кнопкой мыши ну или отключив камеру просто вот так вот выделяем щелчком левой кнопкой мыши план и табуляция заходим в режим редактирования находим реджи и сабдивизии добавляем подразделения так теперь можно тут их до кидать вот так побольше теперь табуляция опять же нажимаем control е английская находим вот эту функцию mark фристайл нажимаем и вот теперь можно выйти в объектный режим табуляцию нажать или вот здесь вверху объект режим edit mode и так далее так теперь семерка на нампаде и что нужно сделать нам нужно теперь вот этому плану создать группу заходим вот где вот эти и по треугольник и создаем группу следом заходим именно в настройки рендера это вот здесь и настраиваем рендер устанавливаем куда он будет сохраняться у меня на рабочий стол так следом мотаем смотрим что тут да как тут ничего пока не надо и заходим вот в эти настройки верхние это рендер properties и находим вот эту фристайл нажимаем следом заходим в настройки view плеер вот этот и смотрим что здесь есть так у нас появилась фристайл фристайл лайн сет сначала давайте назначим на группу ну так материал назначаем материал и материал можно вот здесь уже под установить так здесь ставим темная синий а у здесь вот внизу via port дисплей ставим посветлее вот так теперь вот можно заходить именно вот в эти via layer properties и мотаем вниз фристайл лайн сет так вот эти вот картинки где кто не заметил вот именно сюда заходим и вот теперь у нас есть вот это вот типа группа что мы ставим так ставим здесь edge mark а эти все отключаем так следом ставим коллекция и у здесь вот нужно создать группу у нас выделен план нажимаем контрол джей и вот создается план коллекция называемого план и энтер теперь подгружаем сюда именно наш вот этот план что еще тут можно так ну пока ничего не будем делать смотрим как у нас выглядит именно рендер рендер у нас вот такая сетка и вот от темно-синего к светлого переход следом что нужно сделать подгружаем сюда файл импорт и любую модель которая у вас есть там допустим персонаж танк машина без разницы так я подгружу именно танк вот танк подгрузился делаем ему английскую из вот так устанавливаем что по сетке попасть выделяем вот этот тот план и заходим как в настройки смотрим где это все находится wear порт-дисплей вот сюда вот заходим и находим wear порт-дисплей и ставим варфрейм вот теперь сетка видна и можно вот так вот по сетке ее установить именно вот танк выделить и там по сеточке так подогнать где-то вот таким вот образом стоит он вроде нормально так сетку теперь можно выключить и настраиваем теперь танк танк настраиваем опять заходим в эту функцию так не в эту функцию заходим в кунт функцию вот эту wear layer properties и добавляем еще одну группу и создаем выделенный танк делаем control джей и и пишем сюда именно танк энтер теперь опять выделяем коллекция ну вот этот и подставляем сюда именно танк так что еще тут можно сделать вот это все подключить оставляем только вот эту функцию психуэте ой ё мать мая так и теперь делаем рендер смотрим что получится ну вот танк у нас рисованный это у нас тоже рисованное и давайте поднастроим все это дело сначала настраиваем танк он у нас выделен и заходим выделяем теперь именно фейсы так фейсы нам не нужны будут отключаем заходим freestyle line style вот этот и мотаем находим кого ставим цвет белый теперь альфа уменьшаем прозрачность где-то до до 100 0 ну вот так где-то 0 109 пусть стоит и ставим танку именно толщину вот эту вот линии чуть-чуть побольше пожирнее пусть будет давайте смотрим что получилось опять же рендер так танк у нас не хочет выделяться смотрим где накосячина так альфа побольше тогда ставим вот так ну пусть до конца будет смотрим теперь рендер ну вот танк теперь у нас вот белый жирные полосы вот такая вот штукенция можно сделать их темными именно черными а вот здесь план можно сделать полосы красными допустим или танк выделить другим цветом еще что можно сделать на танку это вот отключить эдж вот эджи и смотрим опять же рендер уже будет другой ну вот уже более так с деталями рисованный типа чертеж вот такой ну и там можно конечно еще экспериментировать очень много вариантов так ну плану давайте плану поставим белые линии выделяем план и заходим теперь находим так фейсы отключим и опять же поставим color так color можно немножко потемнее ну можно вот синий поставить так текстуры также можно установить альфа здесь вот так и толщина именно полос ну давайте чуть чуть их уменьшим до 1900 смотрим рендер смотрим рендер клеток больше добавить чтобы это ну более так цивильно смотрелось тени можно тоже поубирать и добавим давайте еще один танк делаем shift D перетаскиваем его вот сюда ну а здесь уже делаем вот такую штуку так сначала делаем r вот так сверху теперь семерка на нампаде делаем r вот так вот уменьшаем его делаем s вот таким вот образом делаем теперь shift D вытягиваем сюда и немножко его тоже вот таким вот образом r перекрутим семерка на нампаде и давайте еще подобавляем значит это будет 3 делаем ctrl J пишем танк 2 ну пусть 3 будет enter поэтому делаем тоже добавляем и пишем так ctrl J танк 4 танк 4 и вот танк 4 давайте опять же повторим все то же самое поставим так кого можно другой цвет конечно составить ну пусть так чуть чуть потемнее будет следом тут толщина стенок немножко прибавим и еще что можно сделать поставить коллекцию коллекция будет танк 4 так теперь выбираем танк 3 переключаемся на 3 танк тут же и вот эти тоже подключаем потом посмотрим вот крис посмотрим что такое и так далее вот материалы экстем так здесь альфа колор колор ставим чуть чуть тоже такой же посветлее что еще и опять же толщину толщину прибавим как и там ну и коллекция поставим танк 3 делаем рендер рендер имейдж и ждем смотрим что получится ну вот все рисованное можно теперь этим подавляться добавлять вот эти вот элементы это значит можно ЭДЖИ отключить так что еще можно можно пейсы попробовать включить вот этому третьему танку и посмотрим что это будет вот Ну вот танк теперь вот таким вот образом выглядит, вот нижний более-менее оформленный и попробуем немножко, так это у нас третий танк вот этот, попробуем ему отключить именно имейдж, фейсы и эджи включим, вот так. Продолжение следует... Так, тень еще осталась, надо тень теперь наверное отключить на плане, попробуем. Выбираем, закрываем именно рендер, выбираем план и так, а на плане имейдж уже отключен. Нет, не отключен, план у нас вот он, лайн имейдж отключаем, эджи тоже отключим, а фейсы оставим, посмотрим что будет дальше. Вот такой эксперимент по чертежу. Тени также еще и присутствуют, надо их там где-то искать, сейчас посмотрим как они убираются. Ну вот такой вот вид уже, полосы теперь пропали на плане, нужно теперь полосы вернуть. Ставим эджи, фейсы можно тоже включить, имейдж и смотрим контроллеры. Так, для тех кто хорошо знает английский, как и я, советую преференции и переключаться иногда на русский язык. Вот здесь теперь вытягиваем и им можно по-русски будет прочитать. Так, вот написано контур, это силуэт у нас сейчас стоит на танках. Так, вот он этот у нас танк, третий, на нем стоит силуэт. Можно поставить контур, смотрим что будет дальше. Так, рендер изображения. Ну вот уже более-менее стоит контур. Так, внешний контур, ребра с меткой, складка, границы материалов. Вот все здесь логическое, исключить типы ребер, логическое, логическое. Вот можно разные ставить. Логическое и логическое и скрыто. Видимость. А ну-ка, диапазон видимости поставим скрыто. Рендер имейдж, смотрим. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 ну вот что-то тут еще более-менее нормально так появилась shift а добавить можно текст так вот находим текст сюда его так вот перетягиваем пока жмем табуляцию backspace и пишем так ты 72 пускай так будет вот так нормально цвет стоит у него прозрачный так назначаем ему здесь можно поднастроить шрифт геометрия вот смещение экструдия это уже заходим табуляция и вот здесь уже можно немножко подшаманить так создаем материал материал можно поставить по дефолту так предпросмотр и так далее цвет можно поставить черный и поднять его где-то ну так где-то вот сюда вот так пускай прикольно будет ну и создать ему нужно группу теперь control джей назначаем не танк а теперь назначаем текст по-английски на собачу заходим опять именно вот эти настройки смотрим что да как создаем еще вот эту вот группу и коллекция подгружаем вот это все текст ставим ему граница складки отключаем так тип шрифта цвет поставим ему белый и толщина границы поставим ему побольше так теперь смотрим что такое с ним с рендером будет ставим рендер ну вот так вот изменился внешний вид вид танка он теперь как нарисованный вот этот вот текст именно слился потому что я не переключился на другой слой по моему сейчас посмотрим выбран у нас именно танк здесь у нас стоит 5 танк в принципе все правильно так текст с 72 граница контур вон она что ну давайте выше приподнимем и немножко с придется его уменьшить вот так вот мы где-то вот сюда его поставим так семерка на нампаде смотрим граница контур ставим граница толщина у него здесь давайте поменьше поставим в материалах цвет поставим назад белый пусть пока так будет так здесь теперь нужно текст вот этот наверное перри как сделать его именно мэшем гладкое затенение плоская так анимация твердое тело быстрый эффект так 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 создание связи ладно жмем control и control z и не то ну опять же как для самого подкованного в английском языке надо зайти вот сюда найти of quick эффекты вот смог конверту вот она мэш преобразуем его мэш мы давайте им еще группу добавим ну а теперь можно смотреть именно render render image вот уже т-72 высветился надпись теперь посмотрим как все это вообще выглядит будет ну вот такой вот чертеж все всем пока до свидания экспериментируйте там еще много кнопок всяких настроек с цветом можно играть здесь вот делать вот такую штуку контуры вот здесь вот контур обведен сейчас вам покажу вот так вот выглядит чертеж именно с обведенным контуром кое-где полос нету там тоже все это дело нужно искать корректировать я это еще пока не видел как это дело сделать ну все всем пока так ну и